Я Максим Карапулов, один из создателей сервиса «Дарутар». Честно говоря, презентация у меня не актив, не успел я подготовиться, поэтому, надеюсь, что мы потом лучше подискутируем эти вопросы. А я могу как-то раскрыть? Я хотел рассказать о нашем опыте создания сервиса «Дарения» и о том сообщество, которое вокруг него образовалось. А вообще, в целом, хотелось бы, может быть, даже увидеть нам более такой общий уровень, не только о Даре, чтобы я поговорил и сказал, из чего состоит, а более общие какие-то вопросы обсудить, вообще, что такое сообщество, какие есть у него возможности, какие есть недоставки, чем он отличается от других способов организации людей. Значит, ну, сначала я вкратце о Даре расскажу, чтобы было понятно, чем мы занимаемся, и каких результатов он достиг. Значит, Даруда — это коммунный сервис, с помощью которого незнакомые люди могут дарить друг другу свои услуги и вещи, не требуя чего-либо взамен. Как всё работает? Любой человек может зайти на сервис, зарегистрироваться и выложить какую-то услугу или вещь, которую он хотел бы подарить. То есть это обычная публикация с фотографией и описанием. Ну, вот, если не быть гласловным, вот, собственно, так выглядит Дарлин. Главная страница нашего сайта. Вот нужно видеть, что люди дарят. Какая-то здесь тема сегодня пищеварительной. После того, как человек что-то выложил удар, у него появляются желающие. Желающие — это люди, которые увидели это объявление, поняли, что им оно нужно, они нажимают на кнопку «Я хочу этот удар» и пишут некоторое сообщение, почему это им нужно. То есть это обязательно такой принцип. После чего даритель смотрит на список желающих, смотрит, кто, на его взгляд, больше своему нравится, подходит и обещает свой удар этому человеку. После чего они уже в личном кабинете выговариваются встречи, обмениваются контактами, встречаются. И в конце, в результате, после того, как человек получает что-то в дар, он пишет благодарность. Такой отчет о том, что он получил. У нас тут есть специальный раздел, где видно будет, собственно, результат. Конечная точка, результат всей этой процедуры. Вот это благодарности, которые были в последнее время. То есть мы можем увидеть, как люди благодарят. То есть у нас со временем приводился в определенный жанр. За них можно голосовать, за эти благодарности. Лучший из них является на самом верху. И можно видеть, как люди получают новый сервиз, потом они еще применяют и для творчества свои подходы, чтобы это все дело очень красиво показать и рассказывать. Вот, в результате такой деятельности, мы уже существуем 6 лет. В результате такой деятельности, 6 лет, сейчас повторюсь, мы существуем, нам присоединилось порядка 300 тысяч человек из сумок городов России, Украины, Беларуси и Казахстана. И за это время мы поддарим уже больше 3 миллионов даров. То есть ежедневно у нас дарится порядка 2,5 тысяч. Вы можете оценить объем операции. Что еще хотел сказать? Про то, как Дарудар у нас распространен вообще в мире. Все же сказано, что мы, в принципе, охватываем русскоязычный мир. Мы пытались выходить в англоязычный мир, но пока неудачно, не хватает ресурсов. Ну, по России, не могу сказать, бывшему Советскому Союзу, вот у нас такие вот точки из лечения города. Видно, самые крупные города, включая Москву и Петербург, наши города-миллионники, Киев, Минск, они все подключены. То есть везде есть сложившееся свое локальное сообщество. Вот оно в общем объеме примерно равно, вот если у нас всего 300 тысяч человек, то примерно вот так, города распределяются по населению, так же у нас примерно и сообщество распределяется. То есть Москва, это занимает, наверное, десятую часть всех этих городов. Кроме того, какая у нас еще есть особенность на Дарударе, у нас очень много даров, ну, достаточно много, я такого больше не видел. Дарятся дистанционно, по площади. То есть в обычную, ну, большинство даров они дарятся при личной встрече, как я сказал, а есть вот около 30 даров у нас люди отправляют почтой. И вот тут мы как-то один раз замерили основные каналы распространения даров. Вот можно увидеть, как они распространяются по территории. Что еще у нас есть такого любопытного? И потом я вернусь на другом уже уровне, уже более так теоретически, может быть, к этому подойду. Сейчас еще скажу пару слов про нашу аудиторию. То есть кто эти люди, которые, собственно, всем этим занимаются? Мы когда запускали сервис, понятия не имели, как это все заработает. Но вот со временем сложилась такая картина, и она, в принципе, нет никаких перспектив, чтобы она поменялась. В основном это женское сообщество у нас образовалось. То есть, в принципе, вот показано 70% женщин и 30% мужчин, но на практике, в принципе, вот дарят порядка, наверное, 90% всех даров женщин. И возраст это вот 18-34 года. Ну, причем, ну, как бы основной у нас вот аудитория, это все-таки не совсем молодежь, студенчество, а вот уже после того, как люди выходят из вузов, начинают, видимо, работать, их гораздо больше, у них более-гораздо интенсивное дарение протекает. Пару слов, почему женщины занимаются. Может быть, к этому вернемся. Это имеет отношение к экономике и вообще дарения. Как мы это для себя объясняем? Женщина у нас до сих пор является храницей домашнего очага. То есть, мужчина, он, как бы, зарабатывает ресурсы, а женщина распоряжается его заработками. Поэтому женщина, в принципе, она следит целиком за домашним хозяйством. То есть, за каждым профилем, на самом деле, на дару даре присутствует не какой-то один человек, а целая семья. А порой даже и расширена семья, включающая бабушек, дедушек и соседей. Поэтому часто можно встретить, что пользователь сервиса, он женщина, и дарит или желает не для себя, а для своих близких, для мужа, для ребенка, в том числе их вещи дарит. Поэтому такая у нас картина складывается. Что дарится? Если говорить абстрактно, вот мы, например, себя сравниваем с сервисами, которые занимаются продажей вещей. То есть, мы занимаемся дарением. А вот самые известные всем eBay в мире, Таобао, Китай, Авито в России — это вот сервисы, где люди друг другу что-то продают. То есть, в принципе, занимаются тем же самым, но только на других принципах. О них тоже чуть попозже, может быть, поговорим. Так вот, и мы делали замеры, и у нас оказалось, что у нас полностью структура вещей, услуг, которые они предлагают, она очень сильно похожа на структуру и Авито, и eBay. То есть, из чего мы делаем вывод, что дарение, в принципе, ничем не отличается от продаж. То есть, это, в принципе, та же самая экономика, только построена по другим принципам. Ну, чтобы не быть голословным, я покажу просто пример нескольких даров. Мы проводили, у нас была акция, 1 апреля — день дарения. Ну, мы просто призвали людей в честь 1 апреля подарить самые лучшие вещи, которые у них есть, и потом на основе общего голосования выбрать победителей. И вот, например, это люди предложили услуги, то есть тут можно видеть фаер-шоу, театр теней. Сошью кофточку для вашего питомца, нарисую вам картину, вот. Это даже запишу альбом, то есть у кого-то из студии, вот он предложил записать альбом. И тут известный у нас персонаж, он предлагал свой номер кому-то на праздник, ну и так далее. Вот, например, много всяких у нас дарится гаджетов. То есть выходит из моды какие-то устройства, и люди их с удовольствием передают дальше. Также очень популярны дары для кухни, всякая посуда, оборудование кухонное. Домашний интерьер, опять же, да, столы, всякие вазы, светильники, украшения. Это отдельная тема. Рукоделия очень много у нас. Ну, то есть так как сообщество женское, вот чем мы отличаемся, может быть, все-таки от Авито там или Ебэя, у нас гораздо серьезнее выражена именно женская аудитория, и еще связана с детьми тоже большая такая опция. Поэтому у нас, конечно, по сравнению с ними, ну, особенно выражены именно женские какие-то увлечения. То есть рукодельниц у нас очень много, вот они что-то делают и дарят. Либо какие-то специальные приспособления для рукоделия тоже дарят. Вот, ну, поэтому украшения у нас тоже довольно-таки популярные, так как это женское сообщество. Вот, ну и для детей, как я сказал, всякие дары. Вот одежда, аксессуар. Ну, вот наши женщины. Это вот победительница этого конкурса, просто я их так собрал на одном слайде как-то. Вот. У сообщества уже богатая история, можно рассказать много чего интересного. Я расскажу просто буквально про две вещи. Вот, буду говорить чуть позже про самоорганизацию. У нас такие со временем образовались структуры, как по названию общие встречи. Это люди встречали-встречались друг с другом, а потом как-то поняли, что ты можешь, ну, за один раз, например, даришь кому-то сразу пять каких-то вещей. И тебе одновременно разные пять человек что-то дарят. И люди спонтанным образом начали организовываться и образовались, так называемые, общие встречи. То есть, когда было решено в сообществе, что давайте, например, в Москве каждую пятницу встречаться на Трубной в 6 часов вечера. И вот все, что у нас есть, дарите, все, что нам нужно, получать. Вот, если кто будет интересоваться, можете на Трубную сходить в пятницу, завтрак простой. В 7 часов вечера у нас там встречается 200-300 человек каждую неделю. Вот. Это, в общем, выглядит очень забавно. Вот. И такая общая встреча организовалась по всем городам. И в Питере, и в Омске, и в Новосибирске. То есть, во всех крупных городах, где, ну, в Разове Дор-Удар, там вот эти общие встречи начали практиковаться. Это, в общем, для чего это делается? Ну, во-первых, это упрощает жизнь, потому что гораздо меньше времени тратится на встречи, недоваренности. Пришли в один приседств и прямо сразу с 10-ю людьми встретились. У одних получили, что-то в дар другим подарили. Ну, а во-вторых, это, конечно, жилевое сообщество, оно стремится к общению, к каким-то другим делам. И эти общие встречи невольно превращаются в такую, как бы, тусовку. То есть там нередко можно встретить просто мам, которые пришли погулять с детьми или с животными, со своими, когда какие-то праздники, то приходят, приносят угощения. В общем, очень весело там бывает на этих площадях, где люди собираются наши. А второй интересный феномен, о котором я хотел упомянуть, это тоже совершенно без нашего, ну, руководящего, так сказать, направления, в сообществе появились такие люди, как добровольные почтальоны. Это люди, которые увидели, что много возникает желаний из других городов, а люди ленятся там или боятся пользоваться почтой, чтобы этим людям что-то переправлять. Они сказали, давайте мы будем помогать вам ваши дары доставлять в этот город. Причем как они это делают? Они вот на этих общих встречах, которые образовались, стоят с большими сумками и говорят, ну, образуется направление Москва-Новосибирск. Каждый причинам говорит, я собираю дары для Новосибирска, приносите. Ему приносят, он собирает, экономим набираются 10 килограмм, максимальная посылка, которая может быть почтой отправлена. Он идет сам на почту, как правило собрать женщину, а муж ей помогает, например, перевозить эти тягости, переносить, и сама упаковывает и посылает по почте. А в Новосибирске другой почтальон, который с ним уже заранее договорился, он тоже идет на почту, принимает эти все вещи, и на своей общей встрече в Новосибирске точно так же эти вещи все раздает. Это очень сильно нам усилило взаимодействие между городами, и, в общем, такой довольно-таки интересный феномен, потому что эти люди работают совершенно безвозмездно, то есть такие волонтеры сами создали такую роль в сообществе. Вот это я хотел, собственно, рассказать про Дару Дар. Наверное, потом лучше мне что-нибудь поспрашивайте, чтобы я рассказал, потому что много чего нужно рассказать. Я хотел бы просто немножко потеоретизировать, ну, чтобы как-то выйти на общий уровень, потому что у всех разные проекты, но, в принципе, у нас могут быть общие, мы можем поделиться просто каким-то опытом, наблюдением. Вот я, например, хотел показать, какие вещи. Вот мы когда говорим Дару Дар, мы имеем в виду, что у нас есть сервис Дарудар.орг, а с помощью этого сервиса образуется сообщество, то есть мы всегда очень четко разделяем две вещи. То есть сообщество – это, собственно, наша цель, ну, то есть это, собственно, есть то, что живет, развивается, а сервис – это инструмент. То есть можно, например, представить, вот есть сервисы без сообщества, да, например, Яндекс.Такси. То есть сервис, людям пользуются, но никакого сообщества вокруг него не образовывается и не планируют. А есть сообщества без всяких инструментов, ну, всякие, например, ну, спортивные клубы, да, там могут быть люди, которые объединены в сообщество, но у них никаких сервисов, ничего нет, они и так объединены. Вот. Мы же, как для себя думаем, вообще наша глобальная цель, когда мы задумали Дару Дар, потом начали думать, что мы хотим сделать, наша глобальная цель – это создать экономику Дарения, полноценную экономику Дарения, которая была бы полной альтернативой существующей вокруг нас экономике обмена, когда бы вещи между людьми передавались по другим принципам, не по принципу «ты мне, я тебе», а по принципу «ты мне, а я всем». То есть экономика Дарения. И мы верим в то, что это возможно, то есть наш опыт показывает, что все это работает, достаточно просто, нам необходим просто некоторый масштаб дополнительный, и это станет довольно-таки повседневной практикой. И для того, чтобы, собственно, этого достичь, мы работаем с помощью сервиса – Darudar.org. То есть, на наш взгляд, это очень хороший инструмент, который позволяет нам достигать этих наших целей, то есть выстраивать сообщество, которое будет очень активно работать. Вот я даже могу, например, показать силу, например, сервиса, когда ты создаешь специально заточенное какое-то направление, мы сравниваем тоже, сравниваем свое время себя с разными досками объявлений. То есть, вот, Дарения, в принципе, оно широко распространено, все, наверное, встречали, так или иначе, и в социальных сетях, когда они появились, появились группы всякие, и в городских форумах есть, Дандаром, ну и самое крупное сообщество, когда мы начинали, это было Дандаром, живом журнале. И вот мы посмотрели, когда у нас аудитория была такая же, как в каком-то из этих сообществ, мы просто посчитали, сколько у нас транзакций люди делают, и сколько у них. И получилось, что у нас люди где-то на порядок, то есть 10 раз больше вещей друг другу передают. И мы это приписываем к тому, что как раз мы создали некоторый такой движок социальный, который позволяет так взаимодействовать. В чем уникальность этого движка? В том, что тут уже лучше, наверное, перейти просто к тому, что такое сообщество вообще. И как они, сообщество строится, то есть в чем особенности. И потом расскажу про то, как мы это все применили на практике. Но прежде всего я хотел... А можно вопрос? Ага. Как раз хотел спросить, я в свое время в ЖЖ как раз тоже был участником Дандаром, и, собственно говоря, там же тоже свое сообщество, именно вот эти группы, там, Шлина, Стас, Беларуи, в какой-то такой, какой-то возможности. То есть, что радикально изменилось в вашей структуре, что это на порядок увеличило транзакцию? Ну, по-моему, дело, что ЖЖ очень мощный платформер. Сейчас я скажу, да, у ЖЖ они чуть попозже. Я как раз хотел сейчас сначала немножко общие слова ставить, а потом конкретику вот так раз я покажу. Прежде всего, вот перед тем, как думать о сообществах, мне кажется, очень важно вот иметь в голове свое разграничение. Просто сейчас вот возникла эпоха социальных сетей, и сейчас вот все называется социальные сети. Ну, то есть везде, где люди взаимодействуют, каким-то образом принято считать социальные сети, что не совсем правильно для некоторой правильной установки сознания. В общем, сообщество и социальные сети — это, на самом деле, две такие структуры, которые издревле существуют в человечестве. То есть антропологи, они всегда могут выделить сообщество и социальные сети. Что такое социальные сети? Социальные сети — это взаимодействие людей, которые напрямую узнают друг друга. То есть у каждого есть круг своих знакомых и друзей, но это вот есть его личная социальная сеть. Когда эти социальные сети личные соединяются друг с другом, то это образуется глобальная социальная сеть. Ну и Фейсбук, собственно, ВКонтакт, он взял просто это дело, оцифровал. То есть то, что у нас было и так в природе, в нашей человеческом, это дело оцифровало. И единственное, чем отличается онлайн-социальная сеть от оффлайновой, тем, что ты можешь легко увидеть друзей своего друга. То есть в обычной жизни эти друзья могут быть тебе неизвестны или вообще они могут быть скрыты, а тут они открыты. Сообщество же — это объединение людей не по знакомству, а по какому-то интересу или общему делу. Причем объединение людей незнакомых означает, в чем принципиальное отличие. То есть в сообществе бывают клуб автолюбителей, сообщество борьбы с трезвостью, в общем, очень разные сообщества. Главное, что люди объединены каким-то общим интересом. И этот общий интерес, он позволяет как раз собраться людям, совершенно друг друга не знающим, из разных социальных слоев, с разным социальным достатком. И вот уже внутри этого общего интереса, когда они начинают заниматься какой-то конкретной деятельностью, они уже начинают дружить друг с другом. То есть, грубо говоря, и образуют таким образом социальную сеть. То есть сообщество — это такой как бы механизм по нахождению друзей, если так совсем упрощать. А социальная сеть — это уже сложившаяся составляющая сеть друзей. И они как бы на самом деле всегда взаимопроникают друг к другу, то есть нельзя чего-то объявить одно другого. Но когда мы делаем какие-то сервисы, о которых мы говорим, должны достигнуть какой-то цели, мы, конечно, должны понимать, чем мы занимаемся. То есть, например, если мы хотим построить друг дар, какую-то систему волонтеров, то мы, конечно, должны строить сообщество, внутри которого, конечно же, есть социальные сети, у которых надо работать, но в целом мы должны сначала создавать общее дело. А если мы хотим просто, например, чтобы люди там обменивались фотографиями, ну вот Инстаграм, например, это тоже самая сеть. Там, в основном, люди знакомые, смотрят, что делают твои друзья знакомые. Там тоже есть вкрапления сообщества, когда какие-то возникают темы, да, и ты на них подписываешь, но они как бы в стороне стоят. Чем сообщество от организации отличается? Тем, что сообщество, у него как бы есть общий вектор, общая как бы этика. А организация – это структура, у которой уже есть четкая цель. У сообщества как бы нет такой вот цели, которую ты можешь управлять прямо напрямую. То есть, сообществом, если ты управляешь, ты управляешь им скорее таким неструктурным образом. Ну, то есть, задаешь некоторый общий вектор, общие какие-то традиции, а люди уже сами решают, что им надо делать. А в организации же все изначально обдано. То есть, есть руководители, подчиненные, и ты, когда руководишь, ты конкретно управляешь конкретными людьми, или узлами этой системы, чтобы достигать уже с нашей всей цели. То есть, грубо говоря, сообщество как бы в своем пределе, оно может превращаться в организацию. Но тогда оно теряет некоторый такой свой общий вектор, который скорее является некоторым каким-то мечтой или устремленностью будущего. Ну, и я, в принципе, увлекся как-то социологией. Мне кажется, что сообщество, на самом деле, очень близко к понятию народа. То есть, когда мы говорим «народ» — этносоциология. Когда мы говорим «народ», то мы, в принципе, ближе всего подходим к понятию сообщества. То есть, грубо говоря, если бы это сейчас обобщить, то сообщество — это объединение людей, которые скреплены общей этикой, общим взглядом в будущее, в прошлое и своим каким-то уникальным языком. То есть, по сути, сообщество, можно так сказать, это этнос. И когда мы создаём сообщество, по сути, мы создаём такие этносы современные. То есть, не те, которые были созданы природой и искусством естественным образом, а мы, как и вот сейчас, в наше время, можем создавать такие народы самостоятельно. Каковы же эти принципы, собственно, создания сообществ? То есть, чтобы вообще возникло сообщество, прежде всего необходим кодекс этот сообщество. То же самое, что я сказал в Эгитре. Или некоторые общие принципы. То есть, люди, которые приходят в сообщество, становятся его членами, они должны разделять какие-то общие идеологические установки. Если они их не разделяют, они, соответственно, либо не вступают в сообщество, либо, в конце концов, изгоняются из него. Чтобы этот кодекс работал, должна быть некоторая система контроля, чтобы люди вели себя именно таким образом, каким они договорились. Тут есть тоже несколько подходов. Самый такой популярный подход, который был на форумах изначально, это вот система жесткой модерации, то есть такого прямого полицейского управления. Когда ты видишь нарушителя, ты его тут же блокируешь, есть самая группа людей, обучение таких людей. Но это очень издержки вообще. То есть, когда ты развиваешь большое сообщество, то ты уже не справляешься с такого рода деятельностью. И мы все время это учли, планируя, чтобы быстро вырастим, и вели понятие саморганизации. Ну, как вели, мы его для себя взяли в качестве инструмента. Саморганизация — это когда ты даешь людям инструменты, которые позволяют им как раз эффективным образом поддерживать кодекс, чтобы все их соблюдали. Ну, на простом уровне это лайки, да, лайки или всякие кнопки неодобрения. Например, на дару даре у нас у каждого дара есть кнопка «Это не дар». Если 10 человек разных нажмут на эту кнопку, то этот дар исчезает из общего потока. Или, например, у нас есть желание, да, дара, у нас есть кнопка «Это неуместное желание». Вот. Если 10 человек, ну, там, видите, там меньше людей нажимают, то этот человек больше не может написать в комментариях на дару, и вот комментарий скрывается. Вот. Я хочу сказать, что это довольно эффективно все работает, то есть у нас нет никакой группы модераторов, на это огромное, по сути, сообщество, да, там, порядка, получается, в месяц, наверное, 10 тысяч человек вообще проверяют активность именно вот, ну, дарят, желают, в месяц, в 10 тысяч человек. Вот. Люди справятся самостоятельно. И вот, например, даже был несколько раз такие атаки на дару дар, ну, какие-то есть хулиганы в сети вот пришли, мы потом вычислили, где они договаривались, об этом пришли, в массовом порядке начали наполнять дару дар всякие чернух. Не прошло, наверное, я не знаю, и часто, ведь все вещи были самым сообществом ликвидированы, и те люди просто всех не резко теряли, то есть даже глотировать не пришлось. Вот другой, например, мощный инструмент саморганизации, это публичные отзывы о людях. Это когда каждый может зайти в чужой профиль и написать, что он знает про этого человека, хорошего или другого. Эти отзывы можно, опять же, лайкать, а можно их, опять же, признавать недостойными. Для чего это мы в свое время вели? Потому что, ну, как у любого сообщества, есть у нас такие тоже нарушители, безбелетники, так называемые. Ну, например, самое неприятное, это когда человек что-то в дар получил, а потом пошел на обид и тот же и продал. И мы какое-то время с этим, ну, боролись, ну как, жалуются на нас, смотрим действительно, как происходит, блокируем. А когда мы видели публичные отзывы, все это отпало. То есть все люди в одной и той же сети сидят, да, увидел, какой-то человек пришел, что-то делал, все, сообщество пришло, этот отзыв, ну, как бы, залайкал, отвергал, и все, нам даже больше не надо это сначала поблокировать. Потому что в следующий раз, когда он что-то попросит кого-то в дар, тот же даритель он сначала выбирает, он заходит ему в профиль и смотрит, человек продает. Наверное, не буду ему ничего дарить. Вот. Ну, он может ему и дарить, но есть люди, которым кофик, на самом деле. Ну, пусть продают, не без разницы. Но вероятность того, что он подается в начале, она умечается. То есть, грубо говоря, работает не наказание такое, а вот как бы задается репутация. Следующий важный момент, который, мне кажется, для всех в сообществе очень важный, почему-то про него, так правило, не говорят, не думают, это профиль участника. То есть для того, чтобы ты был участником сообщества, работающего через интернет-сервис, тебе необходимо иметь некий профиль, в котором вся твоя история заключена. Потому что, в чем сила сообщества? В том, что ты можешь прийти, например, через год, новичок пришел, да, и когда к нему вращается другой человек, он увидит, что этот человек уже сделал. То есть вся история, вот у нас вся история даров, она записывается. То есть что ты дарил, кому ты дарил, как ты благодарности писал, какие отзывы писал. Поэтому, если ты начинаешь что-то навести себя неправильно, это видно сразу в профиль. Если ты ведешь себя хорошо, это тоже видно. Таким образом у тебя складывается... Это позволило, на самом деле, вот это вот открытие профилей. Вот знаете, такое я вспомнил со временем. То есть вообще дарение же, оно существует с покон веков, оно гораздо раньше в рыночной экономике появилось. И люди, в принципе, нужны и семьями. Это было откуда-то. У нас до сих пор в семьях сохранилось и становится дарим. То есть мы друг другу в семьях ничего не продаем, мы дарим. Вот. А мы, благодаря тому, что мы профиль открыли участникам, мы как бы позволили незнакомым людям вступать в такие же делительные отношения, как в семье. Ну, потому что в семье почему мы друг другу дарим? Потому что мы друг друга хорошо знаем, помним все, что мы сделали друг до друга, знаем, что через проект много времени о нас вспомнят, что мы при этом что-то делали хорошо. А вот чтобы это работало с незнакомыми людьми, нужно, чтобы ты мог, грубо говоря, познакомиться с человеком с его незнакомым вот прямо сейчас, хотя ты с ним до этого никак не жил, но ты можешь всю его историю, грубо говоря, пролистать и посмотреть, лучше ли ты с ним сейчас общаться. И это позволяет нам, как я формулирую, вот семейные отношения перенести на уровень всего общества, то есть чтобы люди и незнакомые друг другом были как в одной семье. Такая есть у нас идея. Вот. Когда сообщество развивается, очень важно, чтобы тот, кто управляет сообществом, чтобы он развивал роли внутри сообщества. Потому что людям свойственно развитие, если в организации какая-то должность есть, то есть маленькая компания, там люди развиваться не могут, потом уходят в большую компанию, чтобы потом как-то двигаться, двигаться, двигаться. В сообществе такого нет, мы говорили, это не организация, но там есть понятие роли. То есть в любом сообществе есть какие-то функции, которые какие-то люди на себя берут. Вот, например, не все же занимаются тем, что минусуют дары. Ну, следят. Кому-то лень, кто-то не понимает, что это такое. А вот образуется некоторая группа людей, которая говорит, мы те, кто отвечаем за чистоту дарения. И вот они начинают заниматься именно этой практикой. Другие люди, как Почталён, я уже сказал, они говорят, а мы будем теми, кто помогает людям передавать дары из одной города в другой. Потом мы там взяли воззвание, говорили, давайте, давайте будем помогать деньги собирать на развитие сервиса. И у нас возникли тоже такая роль, как значение, назвали. Это люди, которые именно на общих встречах собирают деньги. Потом их переправляют. Оказалось, что это лучше работает, чем когда каждый индивидуально деньги как-то посылает. Ну и так далее. В общем, чем больше таких ролей в сообществе будет, тем будет веселее себя учить, и люди смогут лучше себя находить либо там, либо там. И внутри каждой роли соответственно развиваться, зарабатывать свою собственную репутацию. Все уже, да? По времени? Ну, в общем-то я хотел теперь просто в конкретики перейти. И в чем, собственно, отличие сообщества, например, Дару Дара от сообщества Адам Дара. Вот смотрите, вот я говорил, например, и там, и там есть кодекс. Вот с чего мы начали, то что мы обнаружили, что мы оба создали кодекс. в Адам Даром там тоже есть жесткий кодекс, который, ну там система модераторов работает, что если вы нарушите все, будете исключены сообщества, но там нет соборгинации, там есть модераторы, там как бы нет инструментов, позволяющих людям самим этим сниматься. Следующий пункт, например, профиль участников. В Адам Даром нет профиль. Вообще, Адам Даром совершенно заточен по введению блогов, это как бы такое его использование не по назначению, по сути, да, так и было. Поэтому, к сожалению, там невозможно вести вот этот вот как бы учет, кто что сделал, ну и когда. И поэтому, вот если у нас, например, возможно, поэтому дальше возникает. У нас возможно как? Ты пришел, выложил что-то Дар, тебе 10 человек написало, ты прямо ходишь, смотришь, и прямо выбираешь того человека, который тебе реально понравился. И когда ты ему что-то даришь, ты прямо вот чувствуешь, что это тот человек, который им нужен был тебе. А вот в сообществах «Одам Даром» или в досках объявлений там нельзя так сделать. Ну, то есть, какие-то люди написали, и там работает принцип, кто первый попросил, того и так. Поэтому работает более просто. Ну, то есть, примерно так же, как ты в подъезд, например, заставляешь тоже, где нужно дарить, да, в подъезд 300, соседи забрали. Ну, кому ты отдал, почему отдал, что этот человек вообще себе пристроит, ты не знаешь. Поэтому это, естественно, все меньше мотивирует. То есть, когда ты видишь реального человека, кто тебе нравится, видишь его историю, о том тебе благодарность еще пишут, то это, конечно же, гораздо более серьезное вовлечение в сообщество. Ну, и, соответственно, вот вроде у нас есть разные, да, то есть вот этот весь, как бы, как бы, строительство народа, да, это вот такая, ну, большая история. Поэтому, чем больше ты туда вложишь, как больше ты туда создашь, вовлечение, да, тем, соответственно, люди будут к себе чувствовать лучше, и больше будут привлекать активность. Вот. Ну, вот, наверное, все. Я тогда остановлюсь. Конечно.